Город готовится к 1 июля, дню голосования за поправки в Российскую Конституцию. Об этом говорили в правительстве Магаданской области. Массовое пребывание горожан в пунктах избирательных участков организуется всеми мерами предосторожности. По словам председателя регионального избиркома Николая Жукова, на безопасное проведение голосования на Колыме правительство Российской Федерации выделило более 8 миллионов рублей. Для региона уже закупили 3 тонны антисептического средства, маски, коврики, халаты и другие средства защиты. С перечнем всех поправок в главный документ страны можно ознакомиться как на сайте правительства России, так и в день голосования непосредственно в пунктах участковых избирательных комиссий. Обязательно на каждом избирательном участке, вот они у нас откроют двери 16 июня, я сказал, будет обязательно текст федерального закона. Мы изготовление законтрактовали, обязательно будет буклет, который будет коротко рассказывать о содержании этих поправок, как бы расшифровывать, потому что не всем может быть окажется сложный, перегруженный юридический язык понятен. На каждом избирательном участке мы запланировали размещение информационного плаката с ключевыми поправками, которые вносятся в Конституцию. В Магадане уже принимают заявления от избирателей, которые планируют участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституции дома. У горожан будет возможность проголосовать у своих подъездов. Во дворы приедут представители избирательной комиссии и наблюдатели с переносным ящиком для бюллетеней. Кроме того, жители областного центра при необходимости смогут проголосовать на дому. Ящики для бюллетеней председатели избиркомов поставят у дверей. Голосование пройдет на избирательных участках по месту проживания с 25 июня по 1 июля. Для того, чтобы проголосовать удаленно или сменить пункт избирательной комиссии, необходимо подать заявление на сайте Госуслуг с 16 по 21 июня. Продолжение следует...